Строить церкви. Истинная исповедь веры строит церковь. Ясно. Четко. Можно просто исповедь веры строить церковь. Истинная исповедь веры строит церковь. Али-Баба и сорок ворот. Известная сказка. Али-Баба однажды увидел сорок ворот на горе. И один из них кричал. Седдам, откройся. И тогда двери открылись. И воры пошли в пещеру. Когда воры ушли, Али-Баба подошел и сказал. Седдам, откройся. Удивительно. Опять пещеры открылись. И он пошел и видел там большое сокровище. Он все забрал. И стал богатым. И его брат Хашим завидовал. И спрашивал. Али-Баба уже сказал. Рассказывал о секретном месте. Пещере. Хашим не мог ждать. И сразу пошел в пещеру и кричал. Седдам, откройся. И открылись. Он тоже взял много закройся. Али-Баба. 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 Он не мог помнить. Не мог помнить. Али-Баба. Или как называется? Заклинание, да? Заклинание, да? Заклинание слово. Он не помнит. Пару. Короче. Дорого. Дорого. Дорого думает. Что надо говорить. Но не помнит. И за это время. Много помнит. Не помнит поэтому. Осел, откройся. Обидиана, откройся. Но не открывались. Скоро воры вернулись. И он убит. Что открыло дверь? Заветное слово. Да. Это было точное заклинание. Ну, слово. Заветное слово. Конечно, нельзя сравнить нашу исповедь веры с заклинанием. Я не говорю, что они одинаковые. Это совсем другое. Но. Что точное. Или четкое исповедь веры. Открывает двери между мной, между Богом. Это истина. Помолимся. Чтобы сегодня в каждом из нас была исповедь веры. Аминь. Сегодня исповедь веры. Наша исповедь веры была открыта. И мы. Наше отношение между Богом было восстановлено. Поэтому сегодняшняя тема «Исповедь веры и рождение христианской веки». В нашей жизни исповедь иметь удивительную силу. Особенно обет любви на свадьбе имеет силу. Диалог из двух совершенно чутких людей. Мужа и жену. Если один из них не даст ответ. Или ничего не говорит. Брат вместо «ни» состоится. Брат. Например. Пастыри. Говори. Спрашивай жениха. «Ты принимаешь сестру в жены и обещаешь любить ее и во время радости, и во время горя, во время здоровья, во время болезни». Вот жених. Например. Если жених говорит. О, подождите, подождите. Во время болезни, во время горя, не хочу. Я говорю, да? Брат не состоится. Отменяется. Исповедь. Исповедью создаются брать. Исповедью они становятся мужем и женой. Наша исповедь верит точно такой же обед перед воскрешением Иисуса. Аминь. Аминь. Благословляю, чтобы сейчас открылась нам истинная и четкая исповедь верит. И обновилась отношение между Иисусом. И мы стали здоровой церковью. Исповедь. Аминь. Прочтем стих 9. Откройте уст. Боги, пронимите. Когда мы открываем уст, Святой Дух работает. Хорошо? Аминь. Начинаем. Я сразу чувствую, что Святой Бог, что Панатта, Панатти здесь. Через десятую главу Гремлянта Павел говорит о том, как людей, усиливаясь, поставить собственную праведность, не покоряясь праведности Божией, потеряли спасение. Это Его сокращенное сердце, молитва для своего народа, Израиля. Здесь Божья праведность означает что? Божья праведность означает Евангелие. Что означает? Евангелие. Божья праведность – это Евангелие. А собственная праведность – это значит, что человек полагается на свои дела и полагается на закон. То есть, все старания человека, который полагается на свои дела и свой закон – это своя собственная праведность. Но, даже Библия, мы сами знаем, но даже Библия говорит, «Дель нам и закон нас». Никакая плоть не оправдается перед Богом. Никто. Да? Никто не может. Никто. Никто не может оправдаться своими делами. Делами мы уже… Все, нет надежды. Бог, зная, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, приготовил Евангелие для спасения людей. Что Бог приготовил? Евангелие. Евангелие. Давайте на этой весной, я предлагаю, чтобы вы и мы размышляли, особенно размышляли о Евангелии. Аминь. Весной очень много, и кстати сейчас очень много новостей. Мирской новости, хорошего почти не бывает. А плохого? На Украине тоже хорошего нет. Все люди думают, как сейчас седьмой километр работает, какая сейчас скорость сегодня. И весной где мы можем гулять, отдыхать. Вот такое. Я предлагаю. Ради мужчины? Евангелие. Аминь. Ради еще раз. Аминь. Что такое Евангелие? Давайте повторим. Что такое Евангелие? Что такое Евангелие? Размышлять над Евангелием. Очень полезно для нас. Если мы часто размышляем над мирской новостью. Размышляйте мирскую новость. Я тоже часто не смотрю, извините. Не смотрю новостью. Ха! В прошлой неделе смотрю несколько часов. А потом дух отчаяния. У меня гнев еще. Мирская новость – дух отчаяния дает нам. А еще смотрите, в мире грехи удивительно развиваются. Раньше таких грехов не было. Сейчас грехи развиваются. Люди придумывают. Конечно, тоже хорошие, но все оберно платили. Люди как обманывают, как помогают. Деньги – это слишком страшно. Слишком много грехов. Даже неверующие говорят, ой, страшно отпустить своих детей в школу, в общество. Как они могут жить здесь? Но еще все грехи, на самом деле, в нас. Это грехи все во мне. Не так ли? Аминь. 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 Поэтому решить эту проблему только в Евангелии. Аминь. 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 Только в Евангелии можно решить вопрос. Общество. Аминь. Решение только в этом. Аминь. 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 Артем. 攻ה. Аминь. Что решает всякую проблему, это только Евангелие. Благословляю, чтобы каждый из нас обратил свое внимание на Евангелие. Я хочу, чтобы Евангелие сильно интересовало нас, наше. Бог для моего спасения приготовил Евангелие. Это что? Иисус пришел на землю в тени. И Он умер на кресте за мои грехи. И на третий день воскрес из мертвых. И таким образом совершилось мое спасение. Иисус, будучи Он сыном Господа, Он пришел на землю. Он с себя взял все наши веки и умер на кресте. И Он воскрес на третий день. И сейчас, будучи. И это Евангелие. Аминь. Что еще удивительнее, да? То, что еще удивительнее, это спасение уже совершилось до моего рождения. Аминь. Это уже совершилось. Евангелие, то есть спасение уже совершилось. Было совершено до моего рождения. Аминь. Если говорить точнее, в тридцатом году нашей эры. Если еще точнее, первое воскресенье апреля. Иисус воскрес в тот же день. Иисус воскрес в славном и вечном деле. И в тот же день мое спасение совершилось. Аминь. И это исторический факт. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мое спасение уже, это не просто учение, это не просто теория. В тридцатом году нашей эры, первое воскресенье апреля. Иисус воскрес из мертвых. Аминь. Аминь. И в тот же день, завершилось мое спасение. Это, как исторические факты. Аминь. 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 Готов не принимал. Забыл? Не принимал. Времени нету, не принимал. Настроения нету. Не принимал. Думал, что не помогая – не принимал. А иногда врач сказал, поэтому не принимал, назначил. Иногда думал, что я все знаю и не принимал. Так что это лекарство никакой силы не имеет, никакой эффект не дает. Согласны? Он должен принимать его, например, три раза в день после еды. Такое же определенное количество времен. То же самое и Евангелие. Что? Воронка. Что? Евангелие. То же самое. Слово Евангелия. То же самое. Аминь. Мы должны принимать. Аминь. Кушать? Нет. Прошлая неделя, позже прошлой недели, каждый день, каждый день дает. Господь дает. Господь дает нам против. Аминь. И Господь дает тоже через меня очень, для меня очень благодарен. Вам не знаю сколько, но мне очень благодарен. Я еще раз получаю. Я еще слышу голос нашего Господа. И для меня это жизнь. Поэтому я это приготовлю. И вам даю тоже. Правильно? Угу. Ну как вы думаете, что нам сделать с Проповичем? Как мы должны это слушать? Как мы должны это принимать? Хорошо. Просто получили, сохранили на рабочем столе, да? Или там? Они некоторые просто, а я знаю, что наши сайты открываются, там есть всегда Пропович. Ну и что? Все время. Если Пропович, это одно. Ну вот это Пропович дает мне силу, спасение. Это второе. Что надо делать? Я думаю, я верю, что как минимум вы должны написать славу. Это как минимум. Аминь. Как минимум. Есть такой человек, который десять лет не принимает лекарства. Аминь. Просто шкаф туда поставил. Шкаф туда поставил. Шкаф. Ой. Я говорю потом. Ой, посты. Извините. А у меня нет силы, нет радости. У меня пустой земля. У меня мыслей никаких нет. Аминь. А в чем проблема? А спрашивает. Естественно, проблема в том, что он никогда не принял. Аминь. Люди долго ходят в церкви, изучая слова, но ничего не помнят. Сердце полностью. Поэтому, когда спрашивают, какое слово ты принял. Ой, посты, у меня слова нет в сердце. Я не помню. Что было? Воскресенье, порогайте. Аминь. Я помню. Была счастливкой. Счастливкой. Когда молиться, не помню, какое слово было. Аминь. Знаете, братья и сестры. Пустой, да? Слова нету. Не помню. У меня пустота, да? Вот это самое удобное условие для сатаны, чтобы провожать нас. Это очень опасно. Такое сердце всегда приходит в человеческие миски. Обиды. Обиды. Раны. Какое рану получается? Человек, который часто получает рану, это просто больное сердце. То есть нет духовного иммунитета вообще у него. Потому что нет лекарства. Это вопрос. Проблема. Причина в том, что он или она никогда не принимает слово. Здесь не принимает сердце. То есть я чуть-чуть сейчас. Скоро сейчас. Вот через две минуты объясняю, что такое. Принимать. Что? Это не принято. Поэтому регулярно ходят в сердце. Сердце пустой – это очень больное состояние. Это очень больное. Это смертельное, опасное состояние. Как человек регулярно ходит в сердце. И сердце пустой – это очень больно. Нам надо вызрать на Господа и слушать Его Слово. Аминь. Аминь. Вызрать на человека, да? Да только дает разочарование. И рано. Наши сердца, да? Наши сердца должны быть наполнены Господом и Его Словом. Аминь. 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 Особенно, самое главное. Во мне исповедь веры к Господу должна быть всегда жива. Аминь. Аминь. Вот это самое главное. Аминь. 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 То есть, да? Теперь я вам открываю тайм. Моя исповедь веры. Исповедь веры. Исповедь веры. Исповедь веры. Повторите. Что? Исповедь веры. Исповедь веры. То, что я принимаю лекарство, это духовное, это моя, исповедь тебе. Смотрите, Иисус совершил Евангелие, Иисус совершил мое спасение. Это и Он умер на кресте и воскрес. То есть Он совершил мое спасение. Но для того, чтобы это спасение имело силу мне, что это было спасение у меня, я должен принять Евангелие лично исповедать свою веру. Я должен лично исповедать. Давайте. Девятый стих. Еще раз. Прощу. Девятый стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Я до сих пор подошел к этому слову. Наконец, до этого слова. Еще раз прочтем вместе. Начнем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Иисус совершил Евангелие. Иисус совершил мое спасение. Но чтобы это спасение имело мне силу, я должен принять Евангелие и что надо делать? Дело исповедовать. Дело исповедовать. Хорошо. Поэтому сказал. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Здесь нам надо делать два. Во-первых, это что? Исповедовать. Аминь. Устами твоими исповедовать Иисуса Господа. Аминь. Второе. Третье основное дело. Уверовать. Сердцем уверовать что? Что Бог воскресил Его из мертвых. То есть, я должен, первое, я должен устами исповедовать Иисуса Господа. Иисус. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Давайте повторим. Воскреси Иисус, мой Господь. Начнем. Воскреси Иисус, мой Господь. Телефон на самолёт. Самолёты лежит. Откручите вообще. Давайте устами, да? Еще раз. Воскреси Иисус, мой Господь. Воскреси Иисус, мой Господь. На самом деле устами исповедовать Иисуса своим Господом нелегко. Мы думаем, что если ты просто устами говоришь, ты спасён уже. Нет, это невозможно. Попробуй, например, в конференции. Да? Или где-то. Попроси, брат, и исповедовать. Скажи, Иисус, мой Господь. Господь. Некоторые, да? Не может. Не может. Никак. Иногда в огне варится. Нет, я не буду. Никак он не может. Если человек буддизм. Буддизм, да? Никак он не может. Устами своими исповедовать Иисуса своим Господом. Это возможно только через работу Святого Духа. Аминь. Когда Святой Дух должен открыть мне, только Святой Дух может открыть мне. Аминь. Тогда я могу говорить своими устами. Иисус, Иисус мой Господь. Аминь. Еще раз давайте. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Тогда для того, чтобы исповедовать Иисуса своим Господом, я должен верить в следующее слово. Следующее слово. Что я должен верить? Пожалуйста, читайте. Сердце. Сердце твоим веровать, что Бог воскресил Его измертых. Сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его измертых. Аминь. Вот это верою. Мы веруем это, да? И можем своими устами исповедить. Это же одно слово на самом деле. Это одновременно происходит. Это значит, что только вера воскресшего Иисуса дает нам спасение. Аминь. 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 То есть, это значит, что только когда верую во воскресшего Иисуса, тогда у меня будет спасение. Только вера воскресшего Иисуса, только вера во воскресшего Иисуса дает мне спасение. Аминь. 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 Бог и церковь. В сообществе Из университета прихожу в церковь, собрание, учение. Мои пастыри, все другие пастыри все время говорили о Мисусе. Только о Мисусе. Не только о Мисусе, что он говорил, как он говорил. Я ему, знаете, насколько он о чем говорит у нас. Хорошее, красивое слово этого известного литература. Как красиво! И политика. И в то время было такое событие. Мой школу, которую я закончил. И стал чемпионом в Корее по бейсболу. Это было что-то. Пастыри, у нас много о чем говорили. Чего только еще. Обычный человек. Когда у меня вера росла, я подумал, что тот, кто говорил это слово, он воскрес и сейчас он жив. Аминь. Это не то старая тема. Оказывается, Иисус умер и воскрес и он сейчас жив. Аминь. 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 Поэтому о нем чаще надо говорить. Аминь. Тогда все вопросы решаются. Аминь. Все он решает вопросу. Все он решает. Аминь. Правильно. Поэтому я понял. Потом, пожалуйста, читаю к евреям 13.8. Есть? Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Аминь. Вот это слово сразу открыло меня. Открыло меня все. Аминь. Аминь. То, кто сказал так, он сейчас жив. Аминь. 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 Поэтому это все открылось. И Библия. Библия это очень давно написано. Думаю, что Библия людей просто считает, что как хорошее слово старое. Нет. Это все слово живого. Слово того, которое живет сейчас. Аминь. Аминь. Смотрите. Это слово очень было у меня, даже Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Аминь. Смотрите. Иисус был и жил далеко. Далеко от нас. На Украине это не очень далеко. Два часа самолет. Я уже поместительный. Ах, представьте. В Корее. Это очень далеко. Далеко. Тем более. Галерея. Очень давно. Очень давно. Около двух тысяч лет назад. Какое со мной имеет значение? Что он там делает? Что он говорит там? Кто у нас был? Кто у нас был в Галилее? А я был тоже. У нас был. В основном не был. Для вас это очень далекое место. Никакого значения со мной не имеет. Это очень далеко. Иисус далеко. И Димуле давно. Две десять лет назад. Но есть удивительный факт. Он воскрес и сейчас жил. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. И также Его Слово. Аминь. 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 Поэтому мы исповедуем Ему, Иисус мой Господь. Давайте все раз. Иисус мой Господь. Почему мы даем исповедь Ему? Исповедь, да? Мы не можем дать камню или дереву мертвому. Исповедь мы можем дать только живому Господу. Кому? Кто жил? Когда я был дома, была экскурсия. Такое красивое димописное место на горе. И оказывается, людям много. И там оказывается буддийский храм. И там написано место молитвы. Ого! Алистудия-то, я верующие, делали место молитвы. Я подошел. Оказывается, там один, как называется, буддист, да? Монг. Он говорит, что он молитвы. Оказывается, он читает имена человека, его адрес. Сколько нам надо? Десять тысяч он. Двадцать тысяч он. Это уже цели два часа учитает. Он говорит, что второй час учитает. Вот это называется молитва. Молитва тоже так и делает. Молитва – это только живому Господу. Живому Господу. Аминь. Аминь. И доказательство того, что Иисус жив сейчас – это его воскресенье. Аминь. Поэтому здесь что надо делать? Сердцем уверовать, сердцем твоим веровать, что Бог воскресит его землю. Аминь. Это значит, Иисус заплачет за меня. И умер на кресте. И Он воскресенье будет. И сейчас Он жив. Сейчас здесь Он жив. Поэтому сердцем уберем. Поэтому я им даю исповедь. Исповедь, да? Поэтому исповедь означает, что я исповедую, что Господь жив. И сейчас. Аминь. Иисус воскрес и Он жив. Я вот это исповедую. Это значит, Он мой Господь одинаково. Аминь. Аминь. Мы молимся также не мертвому, а живому Господу. Господь поэтому говорит так. Давайте. Прошу от Матфея 18, 20. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Аминь. Это воскресший Иисус, который живет сейчас. Он дал нам это слово. То есть сейчас у нас, с нами Он присутствует. Аминь. 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 Почему? Наше богослужение, наше собрание и воскресное богослужение дают нам восхищение и восторгу. Почему? Аминь. Пастор Иоанн может дать вам восхищение? Нет. Я могу иногда через юмор вас поднять настроение, но это очень иногда. В основном, я требую вас. Все равно люблю. Люблю, но пастырь его не может. Ой, у меня хорошие, любимые братья и сестры. Братья и сестры тоже не дают восхищения. Мы встречаем живого Господа. Аминь. И мы слышим Его голос. Поэтому в нас радость падает. Аминь. Мы должны иметь такое живое уверенность. Это не живое, это естественно. Это наша история. Аминь. Воскресший Иисус мой Господь. И Он сейчас со мной. Аминь. Это моя исповедь. Это моя исповедь веры. Аминь. Эта исповедь веры должна быть жива во мне. Поэтому, когда мы собираемся, у нас восхищение, восторга, радости. А вот те, кто не имели исповедь веры, да? Неинтересно. Когда только начинается праздник. То есть сейчас майский праздник. И ищет радости совсем в мире. Нет. Собрание молитвы. Там нет радости. Как это не надо радости? Это восхищение. Иисуса. Аминь. 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 Конечно, мы где угодно. Где мы были? Иисус с нами. У нас должно быть восхищение. Аминь. Приедем. Приходим. С опозданием. Аминь. Как раз сейчас. В собрании молитвы очень плохо. Вы хотите потом жалеть? После конференции. Во конференции. Почему я не молился? Почему я не молился? Много. Кто так плохо? Вы хотите вот это? Нет. 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 Я думаю, что это восхищение. Тем более пастыри наши в последнее время никогда не требуют. Всегда готовят вкусные проповеди. И люди дают вам. Правильно? Да нет. Да нет. Улияние мучка неправильно понимает себя. Собирать. В этом есть наша небесная радость. Элия. А? Да. 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 Вчера. Вчера я приехал домой после собрания. Правильно? Опять болею. Поэтому. Девять часов. Опять приехал сюда. Почти до часа здесь я читал. Чуть-чуть исправил проповедь. Еще слышал слово. Молиться и общаться с Богом. Приехал домой. Очень хребко спал. Я знаю. Что более на природе. Что природе. Вы думаете что в природе есть? Шашлычок может сто грамм. Сто грамм. Сто грамм. Сто грамм я давно не пил. Это дает вам радость. Вам так кажется. Господь мой. Аминь. Аминь. Живой Господь. Аминь. Аминь. Он дает мне все. Аминь. 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 И это не только один раз. Три раза вот это надо делать. Как прекрасно. Тогда все будет хорошо. Поэтому во время воскрешения, ну, богослужения тоже, да, мы общаемся с Господом моим. Мы Его слушаем. Его чувствует Бог. Он меня дает. Он мне дает спасение. Он меня все оживляет. Он решает все мои вопросы. Аминь. Поэтому Его надо слушать. Но есть некоторые, что ничего не понимают. Не было исповеди давно. Поэтому мертвые. Душа мертвая. Слова здесь нет. Смотри на человека. И общаться с человеком, с людьми во время пробовать это сумасшествие. Это нельзя так делать. Покаяться. Слушать голос Господа. Аминь. Сначала дать. Исповедь тебе. Иисус мой Господь. Аминь. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Некоторые говорят, извините постри, у меня место не радостное, не былооватое, не селедро, в чудо. Что я? Что мне делать? Ну, что мне делать? И лежат. Я просто подготовлюсь. Причина в том, что у них нет истины избавиться. Давно не было, никогда не вредно, никогда не принимало лекарство избавиться вверх. Крутурно. Есть только один вещь. Сегодня начинает писать слово. Исповедь. Исповедь. Исповедь того, что Иисус заплачил за меня. Он все заплачил за меня, чтобы быть моим Господом. Вот это исповедь тоже очень важно. Просто мне очень важно, что я исповедь, что Иисус заплатил за меня, чтобы быть моим Господом. Иисус заплатил за меня. Например, в Одессе многие имеют собак. В наше время собаки намного счастливее, чем люди. Счастливее, да. Понимаете? А собака, когда болеет, идешь, сто долларов надо плачать. А для меня лекарство сто гривен. Так я лекарство. Его еды тоже сто долларов стоят у нас. Каждый месяц 200 долларов надо иметь, чтобы быть хозяином этим. Счастливее. Все равно люди берут, да. Почему? Потому что, когда люди с работы уставшие приходят домой, да? Только собака. Собака его приветствует. Если бы... О, собака-то не мог принимать. Тепло. А люди не принимают. Хорошо? Давай, кушай. Люди даже... Здравствуйте. Смотри, вот так. И собака. Понимаете? Поэтому люди спрят собаку. Давайте немножко я налево пошел, ну. Короче говоря. Давайте... Нам надо любить тоже друг друга. Аминь. Когда приходишь сюда, надо... Теплее все это надо принимать. Когда я пришел... Привет. Бросуй чуть. Вот, здравствуйте, это уже слава Богу. Извините, а как налево. Чтобы стать... Короче, да? Чтобы стать хозяином собаки, надо платить большие деньги. Я заплатил, давайте. Поэтому он мой. Я его хозяин. Логично? Да? Да. Понимаете? Чао-чао. Чистый пород Чао-чао стоит 10 тысяч долларов. В интернете... Смотрите, так не нравится. И... Немецкая обчанка, да? Тоже чистая. 7 тысяч долларов стоит. Тибетский мастик. Тибетский мастик. Это стоит полтора миллиона долларов. Тибетский мастик. Таким образом. Как помните? Когда я был лицом за себя, я могу быть его хозяина. точно таким образом Иисус заплачет за меня на кресте Бог за свою кровь заплачет за меня поэтому Он мой Господь заплачет за меня Он говорит и я его я должен сердце веровать что Иисус заплачет за меня и Он вас крест и сейчас он живет вы тоже исповедуйте да вот это исповедь тебе давайте прочтем стих 10 начнем еще раз слушаем потому что сердце верует к праведности а устами исповедует ко спасению многие кричат только говорите устами я верю Иисуса своим Господа я верю Иисуса своим Господа и кричат и кричат многие кричат только используют 10 стих однако мы должны внимательно читать это слово от начала до конца 10 стих это продолжение 9 стиха здесь устами устами исповедовать вот это устами исповедовать ко спасению вот так написано вот это слово по оригинальной в оригинальной версии значит что значит говорит одновременно с Богом вот такой смысл по гречески я вам не буду вам это говорить глагол есть но это означает означает говорит вместе с Богом одновременно одновременно вместе с Богом то есть речи его вера идут вместе а знаете вот это то есть тогда не говори Иисус Иисус мой Господь давайте еще раз Иисус мой Господь Иисус мой Господь хорошо что имело значение какое имело значение в то время сейчас если авансы поручили большую благодать и исповедовать Иисус Иисус заплачай за меня и воскрес из мертвых и сейчас в жизни я исповедую что ты мой Господь тогда все люди дают цветы дары цветы дары благословляю любовь любви да автория завершена поэтому нам не надо об этом представим что такое исповедование исповедование в то время это был риск жизни послание к римлянам было написано в 57 году это было время правления императора в то время все люди должны были исповедовать императора Господа если ты не исповедующий императора Господа убьет тебя наказали наказали в такое время например не императора мой Господь воскрес Иисус мой Господь если да это имена для него это означало смерть это точно самое как северный керей знаете кто Господь Хемильсен его дед жил он даже жил так написано северный но северный да что говорит Хемильсен не мой Господь Иисус это сразу смерть но в последнее время я надеюсь меняется его внук сейчас Бог так сигнал изменится скоро наши пасы должны туда ехать и делать там конференции аминь может на поезде я могу ехать скоро на поезде я могу ехать домой даже прямо домой домой месяц опять я налево поэтому да в этом заключается значение исповедь вето историческое и сообщество созданное этой исповедь это называется церковь 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 называется экклессия по гречески экклессия это значит вытащенный народ то есть сообщество людей которые были призваны с мира всего вызваны с мира всего и и исповеди иисуса своего господа а ты иисус твой господин и его вытащил иисус дали вот это называется господин да иисус 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 покрытие пробовать. Почему нам нужна исповедь? Нам нужна эта исповедь? Каждый должен иметь эту исповедь. Ну почему? До сих пор мы так узнали. Если у меня нет исповеди, у меня нет спасения. У меня нет силы. У меня не смысл ходить в церковь. Не смысл, нету служить. Радости нету. Далее исповедь должны иметь. Аминь. И живая исповедь. Ну еще второе, знаете, поисторически. Исторически это нужно. Поэтому делаем. Исторически ранние церкви находились в духовной битве. Первое. Они должны установить христианство крепко. Отделяясь от юдаизма. Давайте прошу Дианю. Одиннадцатый. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в антиохии в первый раз стали называться христианами. Аминь. Все ученики Иисуса были в юдаизме. Однако они через смерть и воскресенье Иисуса вышли из юдаизма и стали христианами. Аминь. На фундаменте смерти и воскресенья Иисуса родилось новое сообщество. Это христианин. Люди приняты дарящие Иисусу. Тогда первым появилось слово христианин. Каждый христианин должен был иметь точную исповедь веры. Это вера. Только тот, кто имеет точную исповедь был христианин. Писание. Второе. Они должны были сохранить Евангелие от ереси. Которая постоянно вводила верующих в заблуждение. Прочтем 1 Тимофея. Четыре главы. Четвертый глав. Первый. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учения бесовским. Первый Тимофей был написан в 63-м году. Иисус был распят и воскрес в 33-м году. Спустя. Получается. Сейчас мы закончили уже. Будет только 3 минуты, обещаю. Поэтому до конца. Бодрошь будьте, пожалуйста. Аминь. Получается, спустя 30 лет появились учения дьявола и дух обольщения. В истории гречанства появилось множество ерес. Было учение, которое отрицает Троицу. И было учение, которое отрицает божественность Иисуса. Учение, которое отрицает. Человечность Иисуса. Париусты. Нестариане. Понимаете? Это тоже на самом деле. И многие другие течения. В наше время тоже. Челес. Мунизм. Бормон. Церковь Нового Мира. Церковь Ильи. Есть такой ерес. И движение новых апостолов. Которые все время дают фокус и дают усилия. Дары. Чудеса. Вот это. Это тоже самое. Которые вводят людей в заблуждение. Однако есть одна испортивная, которая указывает на ереси. И хранит христианство в течение двух тысяч лет. И знаете, что это? Это апостольский символ веры. Если мы смотрим на интернет. Многие пишут об этом. Это сатанинский. Это все тоже заблуждение. Это в течение двух тысяч лет этой исповеди. Христианство сохранилось. Я и дальше буду сохранить. Аминь. И это компас для верующих. Апостольский символ веры. Самое правильное определение Евангелия и христианской веры. Можно сказать, что апостольский символ веры – компас для верующих. Это ключи в нем, да? В апостольском символ вере. Мы в следующей неделе будем мечтать еще. Это сегодня видение. Вы сегодня узнали, насколько важно исповедь вера. В апостольской веры. В апостольской вере есть вера в Троице. Там полнота вера в Троице. И там из четыре верую. Четыре раза верую. Первое – верю во всема ущего Бога. Второе – верю во Иисуса Христа. Третье – верю во святого Бога. Четыре – верю во святого Иисуса Христа. Благословляю, чтобы каждый из нас имел здоровую исповедь веры. И Господь строил у нас крепкую истинную христианскую церковь на основании апостольского силового веры. Помолимся. Господи. Благодарю. За то, что Ты заплачил за меня и воскресливо и жив сейчас. И Ты являешься Господом моим. И Ты являешься Господом каждого из нас. Помоги нам, чтобы мы, Господи, исповедь Тебе сейчас верны, сердцем веровавши. И устра, и каждый день, чтобы Ты был в фанате во мне. И Твое Слово было в фанате. И я никогда не был одинок без радости, без сына и блуждал во Тьме, Господи. И И ты, пожалуйста, дай каждому из нас. Добавляю. Аминь. Что исповедь Тебе открылась сейчас во мне. Аминь. Болимся Вами Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров Иисуса Христа. И Редактор субтитров Иисуса Христа. Острадuo Eddie. И сурапусе.